Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гингис и вместе со мной за последовательной жизнью Перми и Пермяков наблюдает оператор Александр Хробостов. Мы колесим по Пермскому дворам и улицам на комфортабельном автомобиле Cherry M11, любезно предоставленном компанией Демидыч, на улице Ким, 75. И начинаем со старого анекдота, который напомнил нам Михаил Слобожанин. Ты бы, дружище, дверь на туалет повесил. А зачем? Тут красть-то нечего. Фотография сделана на остановке Пальники по дороге на Чусовой. И действительно, обе туалетные кабинки дверей не имеют. Ну, точь-точь, как в том анекдоте. Коммунальные службы не любят жителей микрорайона Весим. Весимчане ждут транспорта на 905-го года в атмосфере отвратительной вони. Пахнет канализация. Течет из-под крышки колодца. Вытекает на улицу 1905-го года и дальше под уклон под горочку. Течет, что характерно, не первую неделю. Хотя, может быть, наоборот, коммунальные службы любят жителей Весима. И хотя, чтобы они перестали ждать газельку и стали подниматься к себе в горку пешочком и вести здоровый образ жизни, поди их разбери, коммунальщиков. Шиповник цветет. Прелесть какая. Вы думаете, мы сейчас про цветочка будем рассказывать? Ошибаетесь, друзья мои. Мы будем рассказывать про бардак, помойку и лесоповал на улице Пионерской. Цепкая память подсказывает, что этому лесоповалу не день и даже не неделя. Несколько месяцев уже лежат здесь ветки, срезанные при кронировании. И ничегошеньки коммунальные службы с этими ветками не делают. Не говоря уже о том, что это, в конце концов, просто и негигиенично, и небезопасно с точки зрения пожарного дела. В конце концов, это просто некрасиво. А ведь здесь могли бы расти такие симпатичные цветочки на одной из центральных улиц нашего города, между прочим. Начался учебный год, и самое время вспомнить кое-что из школьного курса физики и математики. Пишем задачку. Дано. Гранитный шар диаметром 60 сантиметров. Плотность гранита 3600 килограммов на кубический метр. Формула объема шара 4 третих πr куб. Вопрос, чему равна масса шара? Ладно, не трудитесь, подскажу. Как минимум несколько сантиметров. И тем не менее, нашлись такие умельцы, которые сковырнули вот эту вот гранитную махину со своего законного места и откатили на газон. Более того, на сей раз аж два гранитных шара слетели с законных, так сказать, мест пребывания. Один из них лежит на газоне, а второй посреди аллейки. И ребятня пытается играть этим красивым и гладким гранитным мячиком. Лишь бы ноги не отдавили. Два вопроса повисают в воздухе. Кто это сделал? И главное, зачем? Ведь они же тяжеленные. Правда, такие вопросы, как правило, не попадают ни в один задачник. Ни по математике, ни по физике. Вот таким увидела очередной обычный день Перми и Пермяков съемочная бригада дежурного по городу. И на этом заканчивают свою трудовую вахту Игорь Гиндис и Александр Хробостов. Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. И автор самого интересного и содержательного послания получит вот этот вот сертификат на одну тысячу рублей от компании «Стеклодом», производителя качественных окон и стальных дверей. Вы сможете забрать свой сертификат в любом из 30 офисов «Стеклодома», что называется, на ваше усмотрение. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы и сайт телекомпании «Рифей» в интернете. Пишите и звоните. Порадуйте Анну Водоватову, которая заступает на вакту завтра, интересными посланиями. Ну а на сегодня все. Свидимся. Спасибо, удачи. Пока.